Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию обзоров категории B, где B значит богатство. И на этот раз у нас свежеиспеченный DJI Phantom 4K, который призван подвинуть на рынке своего прошлого брата. Мы посмотрим, что у него внутри, чем они отличаются и так далее. А снимаем мы это все на новинку от SLR Magic 50 мм 1.1, созданную специально для FE маунта. На нее мы тоже скоро выпустим обзор. Посмотрим, что внутри у Phantom. Внутри, разумеется, есть инструкция со всей технической документацией, которая нам в данный момент не интересна. Перейдем к разбору содержимого самой коробки. Начнем с пульта. В нем достаточно большая как раз разница от всех остальных представителей. Первое, что стоит отметить, это то, что пульт поддерживает передачу на устройство из произведения только по Wi-Fi. То есть вы не сможете подключить телефон или планшет напрямую в пульт. Также стоит отметить, что некоторым из вас известный дополнительный модуль для выхода на HDMI, который позволял эти пульты этим выходом оснастить их, а с данным пультом не совместим. Передатчик, который здесь используется, аналогичен передатчику стандарта, работает по тем же частотам, и поэтому дальность действия заявленная 1200 метров. Также стоит отметить, что качество передачи сигнала ограничено стандарт-дефинишн 480p. Таким образом, это все ключевые различия этого пульта от остальных пультов в семействе. Посмотрим, что нас ждет дальше. Дальше мы, соответственно, видим непосредственно сам коптер, который выполнен в том же белом пластике и обладает теми же золотыми вставками, как и его прошлый старший брат. Разница разве что здесь есть золотой шилдик, на котором написано Phantom 4K. Оснащен он абсолютно той же самой камерой, с теми же самими характеристиками. В отличие от стандарта, он обладает системой видеопозиционирования, которая минимизирует погрешность при их работе. Аккумуляторы, которыми оснащено устройство, абсолютно идентичны всем аккумуляторам в этом семействе. Коптер летает 25 минут на одном заряде, а в нем нет системы позиционирования GLONASS. И на этом, пожалуй, все ключевые различия по этому коптеру заканчиваются. Посмотрим, что там есть еще. В комплекте также есть зарядка, которая полностью идентична всем моделям, кроме PRO, потому что PRO поставляется с зарядкой на 100 ватт, а соответственно стандарт, ADVANCE и 4K поставляются с зарядкой на 57 ватт. В комплекте есть, разумеется, ремкомплект базовый, который позволяет вам произвести мелкий замен изнашиваемых резинок и запасные. А также, разумеется, набор пропеллеров, которые поставляются в чехле, идут в количестве, подразумевающем то, что они запасные, поэтому тоже можете поменять, если у вас, не дай бог, что-то произошло. Итак, что же в итоге из себя представляет новинка Phantom 3 4K? Мы с вами увидели по большей части абсолютно идентичное главенствующему в семействе PRO старшему брату устройство, которое имеет пару разве что косметических визуальных отличий, а все остальное преимущественно программное. Модель ощутимо серьезнее укомплектована, чем стандартная версия устройствами позиционирования. Поставляется со стандартной зарядкой на 57 ватт. Большая часть ограничений этой версии находится внутри пульта. Делая ее таким образом, на данный момент, пожалуй, лучшим решением для съемки 4К с воздуха, особенно если учитывать, что на данный момент стоит Phantom 4K дешевле, чем Advanced. Так что покупайте, делайте выводы, делитесь своими впечатлениями, а не забывайте про то, что весь обзор был снят на новинку от SLR Magic 50 1.1, на которую мы, разумеется, скоро подготовим более развернутый и исчеркивающий обзор, а сейчас просто не удержались от того, чтобы ее протестировать. Подписывайтесь на наш канал, задавайте все интересующие вас вопросы, ставьте лайки, советуйте нас своим друзьям и до новых встреч!